Обсудим первую тему. Резервисты в Хабаровском крае завершили первые сборы. В течение трех дней вступившие в мобилизационный резерв жители региона отрабатывали навыки, которые им понадобятся при прохождении службы. Занятия проходили на полигонах в Хабаровском и Бикинском районах. Учебу прошли более 500 человек. Стоит напомнить, чтобы пополнить ряды резервистов, по-прежнему можно это сделать, заключив контракт с военным ведомством. За это гражданин будет получать ежемесячное денежное довольствие. Также предусмотрен особый социальный пакет. Кроме того, Минобороны оплачивает расходы на командирование резервистов, выдает полное обмундирование и обеспечивает размещение на территории воинских частей во время проведения сборов. Такая система дает возможность совмещать основную гражданскую работу с военными занятиями и сборами. На время таких мероприятий резервист сохраняет заработок по основному месту работы. Расходы на его выплату работодателю компенсирует государство. Записаться в ряды резервистов можно в военкомате по месту жительства. Как прошли сборы в Хабаровском крае, узнаем у нашего гостя в студии. Андрей Степанов, военный комиссар Хабаровского края. Андрей Георгиевич, доброе утро. Доброе утро. Ровно месяц назад мы с вами встречались в этой студии. И тогда только начинался очередной этап сборов. Хотелось бы некий итог после того, что прошло, подвести. Но в начале все-таки давайте расскажем тех, кто не видел предыдущее наше интервью с вами. Вот мобилизационный резерв армии. Это что-то новое или это было всегда? Нет, это, конечно, не новое. Существовал в различных видах. Мобилизационный резерв, он, в принципе, всегда правильно вы говорите. Вот в том виде, в котором он сейчас функционирует, начинает развиваться в полном объеме, он существует с 2015 года. Вот проводился эксперимент в течение практически шести лет, формировались некоторые небольшие подразделения в различных регионах страны. Ну и по итогам этого эксперимента уже в 2021 году было принято решение, что, в принципе, формировать резерв необходимо. Потому что задача его не только в военное время применения, а, как я уже говорил, это все-таки в мирное время оказание помощи непосредственно субъектам в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Это одна из таких глобальных задач мобилизационного людского резерва. Мы с вами прекрасно видим пожары, наводнения, ну, очень много катаклизмов, да? То есть, когда мы слышим, что армия приходит на помощь местным властям, скорее всего, это как раз-таки те самые резервисты, которые занимаются. Абсолютно верно. Сейчас, вот именно с 2022 года, когда у нас сформирован людской резерв, вы уже об этом сказали, да, более 500 человек, эти люди будут применяться вот именно в целях оказания помощи. А сборы вот эти, они какой-то сезонный характер имеют? Как часто нужно проводить эти сборы? Сборы вообще для резервистов, они двух видов. Раз в месяц каждый резервист в соответствии с графиком должен пребывать в воинскую часть, в которой он заключает контракт, для проведения трехдневных сборов. В этот период с ним проводятся одиночные занятия. Теоретические, практические, но одиночная подготовка. Раз в год будут проводиться месячные сборы. Вот в период этих месячных сборов они уже будут заниматься тем, что слаживают в составе подразделения, то есть, группами, в зависимости от отделения, и уже непосредственно до целой воинской части. А что отрабатывают резервисты? Что они должны знать и уметь? Каждый резервист, заключая контракт, он предназначается на определенную воинскую должность. Соответственно, вот с этой воинской специальностью и должностью он должен знать определенный набор навыков. Это, например, пулеметчик, он должен уметь стрелять, он должен понимать, как функционирует это оружие, как необходимо вносить поправки. Механик-водитель должен знать не только состояние своей техники, но и как правильно ее эксплуатировать, и как можно ее починить в самые короткие сроки, ну и так далее. У нас же есть связисты, артиллеристы, зенитчики, ну и так далее. То есть специальностей очень много, и каждый из них учит. А если говорить о гражданских специальностях, кто эти люди, кто идут резервистами, и насколько легко их отпускает руководство? Это люди, знаете, это все. Все в категории у нас представлены. У нас есть представители и из мэрии города Хабаровска, из Комсомольска на море, мы берем такие крупные города, из небольших населенных пунктов, из районных центров. Есть и руководители небольших предприятий, которым это интересно, и которые в свое время, например, проходили службу на офицерских должностях, они вспомнить те навыки, которые у них были. Но они понимают важность этих мероприятий, как в мирное, так и все-таки в военное время. Поэтому категории представлены у нас все. Конечно, мы основной упор стараемся делать на гражданах, которые сейчас находятся в такой трудной ситуации и являются безработными. Вот эту категорию мы охватываем прям персонально, вместе с Комитетом по труду и занятости. Работаем лично с каждым человеком, объясняем плюсы и минусы. У меня есть один вопрос, который меня очень заинтересовал. Только мужчин берут или девушек тоже? Только мужчин. Только мужчин пока. Пока только мужчин. А вот с собой нужно ли что-то брать или все выдают? Знаете, все выдаем в полном объеме. Да, конечно, какие-то теплые вещи мы не запрещаем, но тем не менее не рекомендуем. Потому что форма одежды для военнослужащего, она послойно так продумана, что она защищает, в принципе, в любой мороз. И если мы между слоями военной одежды что-то наденем свое, нарушается именно инженерная составляющая. Все-таки это служба, да, это неким образом работы. Наверняка есть и зарплата. То есть что получает вообще? Что получает резервист? Сколько денег можно заработать? И какие льготы вообще здесь есть? Ну, опять-таки, резервист получает два вида денежного вознаграждения, скажем так. За заключение контракта и нахождение в мобилизационном резерве в течение всего периода он получает ежемесячную выплату. В зависимости от должности. Если, например, это первичная должность, предразумевающая воинское звание рядового, ну и там стрелок, старший стрелок, ну то есть простейшие, да, скажем, наши специальности, то здесь 3,5-3,8 в зависимости от выслуги лет, его каких-то определенных надбавок. Если это, например, командир батальона в воинском звании майор или подполковник, то есть уже наделенный властью, жизненным опытом, опять-таки, обладающий навыками и умениями, у него уже в районе 6 тысяч. Это на текущий момент. Сейчас все внесено в Государственную Думу в ближайшие, ну мы ожидаем, наверное, пару недель, потому что все-таки планируем уже с марта месяца, что вот эти оклады, они будут увеличены в два раза. То есть рядовой будет получать практически 7 тысяч, офицеры от 5 до 17 тысяч в месяц. За прохождение сборов, о которых я сказал, трехдневных или месячных, отдельная выплата. Тысячу рублей в день за нахождение на сбор. То есть он получает, несмотря на то, что вне зависимости, точнее, от сборов, он получает, вот как вы сказали, ту сумму, которую возможно ежемесячную, и потом за отдельную, за каждый сбор. При этом, если он трудоустроен, то есть он трудится в гражданском секторе, он продолжает получать свою зарплату на своем производстве. То есть месячные сборы – это зарплата, которую он получал на производстве, на своем месте работы, плюс, значит, тысяча рублей в день – это вот месячный сбор, это около 30 тысяч. Это истинно месячный. Плюс еще и дополнительное то жалование, которое ежемесячно у него присутствует. Абсолютно верно. Ну и льготы, наверное, да какие-то? Да, конечно, есть льготы. В период проведения сборов или в период участия в сборах он пользуется всеми льготами, как военнослужащий, то есть он застрахован в случае каких-то неприятных ситуаций. Он может пользоваться льготами нашим медицинского обеспечения. Сейчас прорабатывается вопрос, что и в период нахождения в МОП-резерве, вне зависимости от сборов, гражданин может пользоваться системой здравоохранения Министерства обороны. Ну и плюс наши санатории. То есть льготы будут увеличены, притягательность нахождения в МОП-резерве. Давайте напомним требования, которые предъявляются к тем, кто хочет стать резервистом. Не каждого, наверное, берут. И возраст, это явно прохождение до этого службы в рядах вооруженных сил. Ну, несколько таких критериев. Первый, как вы уже сказали, возраст. Все-таки для рядового сержантского состава это 42 года. Пока сейчас прорабатывается вопрос увеличения незначительно данного возраста до 45 или 47 лет. Ну, примут, уже будем говорить, предметно. Для офицеров это 47, 52 и 57 лет, в зависимости от воинского звания. Второй критерий основной, конечно, это состояние здоровья. Каждый резервист, прежде чем заключить контракт, он проходит полную медицинскую комиссию. Это как минимум 8 медицинских исследований от крови и так далее. И 7 врачей-специалистов. После вынесения каждому из них своего решения, мы принимаем решение, берем или не берем. Потому что все-таки служба в армии, это связаны физические нагрузки, это эмоциональные нагрузки. Это достаточно сложные условия прохождения этих сборов. Поэтому это второй момент. Ну и третий, немаловажный, конечно, это отсутствие судимости. Давайте коротко напомним, на какой срок заключается контракт. Вот первый и последующий. И следующие сборы только для новичков через год? Хорошо. Нет. Контракт заключается первым сроком на 3 года. В дальнейшем гражданин может его продлять уже, ну сколько ему, до определенного возраста, естественно. На 3 года. И далее за каждое заключение каждого контракта он будет получать дополнительную выплату. Ну а следующие сборы у нас трехдневные, планируются в марте. В марте. Ежемесячно. Спасибо огромное. Я напоминаю, что в гостях был Андрей Степанов, военный комиссар Хабаровского края. Продолжение следует.